На полках тверских магазинов можно встретить множество предложений с антикризисными товарами. Некоторые продукты можно приобрести по цене ниже себестоимости ингредиентов, из которых они произведены. Поэтому наш корреспондент решила выяснить, что надо знать о продуктах в магазине и как правильно выбрать полезный и качественный товар. Львиная доля семейного бюджета зачастую уходит на продукты питания, цены на которые постоянно и постепенно повышаются. И тогда, оказавшись в магазине, перед огромным выбором различных товаров по разной стоимости возникает вопрос, как выбрать качественный товар и при этом по выгодной цене. У жителей областной столицы наша съемочная группа решила узнать, на что обращают внимание они при выборе продуктов. На качество первое время, сразу. А вот как определите, что он качественный? Ну рыбу знаю, как определить. Как? По глазам, по жабрам, также мясо. А с мясом как? Ну оно более такое красное должно быть. Непременно на сроке годности. Ну а цена-качество, это любой и каждый собирается, выбирает. Цена-качество, соотношение. А вот как вообще для вас вы определяете, что это качественный товар, продукт? Ну это проблемно. Тем более, если в упаковке. Так что тут не угадаешь. Вы знаете, сначала цена, потом качество, состав. Все обычно так. Наверное, на срок годности сначала, а потом уже на цену и качество. Ну там уже цена должна соответствовать качеству. А вот как определяете, что товар качественный? Ну я больше покупаю те товары, которые, в общем-то, постоянно покупаю, уже знаешь их качество. А бывали вот случаи, что попадались некачественные продукты? Бывали, конечно, бывали, да. А вот что именно? Однажды купил сосиски. Ну, в общем, молоко бывает кислое попадается. Бывало ли так, что вам попадалась какая-то некачественная продукция? Да. А вот что именно это было? Молочная продукция. В таком случае следует обратиться в управление Роспотребнадзора. Там расскажут, как правильно оформить жалобу и куда ее направить. По заявлению специалиста ведомства, выезжают на внеплановую проверку торговой точки. Кроме того, Роспотребнадзор проводит постоянный мониторинг всех групп продуктов с обязательным лабораторным контролем. Об итогах проведенных исследований за 2020 год нам рассказали в ведомстве. В 2020 году исследовано более 6000 проб пищевых продуктов. Уделенный вес неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям снизился и составил 3%. По показателям фальсификации остался на прежнем уровне, составляет 2,1%. По санитарно-химическим показателям все пробы соответствовали установленным требованиям. Наибольшей долей неудовлетворительных проб отмечается в группах молочная продукция, птица и готовые блюда. Чтобы не попасться на удочку некачественного товара, специалисты рекомендуют при выборе в первую очередь обращать внимание на этикетку. Там должно быть указано наименование товара, дата изготовления, срок годности и условия хранения. Кроме того, упаковка должна быть целостной. И еще необходимо изучить информацию о добавках с кодом Е. Ведь многие из них опасны и способны спровоцировать серьезные заболевания. Стабилизаторы, эмульгаторы, красители, усилители вкуса очень опасны. Их все, конечно, сложно запомнить, но очень опасны. Это Е123, Е510, Е513, Е570. Но также есть и полезные добавки. Это, допустим, яблочный пектин, это витамин С, паприка, куркума. Производители указывают под буквой Е. Кроме того, необходимо обращать внимание на сбалансирование состава продукта по белкам, жирам и углеводам. В среднем взрослому человеку требуется от 2 до 2,5 тысяч килокалорий. В день взрослый человек должен потреблять 2-4 фрукта, 3-5 штук овощей плюс зелень, 150 грамм цельнозерного хлеба, 50 грамм, это должны быть крупы или бобовые, 500 миллилитров молочных, кисломолочных продуктов, 1 яйцо, 100 грамм мяса, 60-80 грамм рыбы. Многие специалисты сходятся во мнении, что важно знать главное правило здорового питания. Чем проще еда, тем лучше. Предпочтение нужно отдавать продуктам питания в виде исходных ингредиентов. Мясу, рыбе, яйцам, овощам, фруктам и так далее. Готовить их самостоятельно, а в качестве добавок использовать пряные травы, лук или чеснок.